здравствуйте уважаемые зрители канала природный инстинкт сегодня я хочу рассказать вам об интереснейшей ботанической находке которую я сделал в одном из парков москвы собственно вот эта находка некоторые из вас наверное уже догадались что это за растение и наверное как я думаю такого не может быть москвитого растения просто невозможно найти и тем не менее это факт в одном из парков я обнаружил это растение совершенно случайно но обо всем по порядку наблюдая за активной утиной жизнью в береговых зарослях озера в парке я боковым зрением заметил мелькнувшую среди кубышек странную геометрическую форму который тут быть никак не должно всем наверное знакомо это ощущение но стоит лишь взглянуть на предмет прямо и чудо исчезает казавшись чем-то обычным но в этот раз все было не так при внимательном рассмотрении это действительно оказались плавающие на воде ажурные розетки листьев чилима для тех кто не знает что это расскажу об этом растении подробнее чилим он же рогульник он же водяной орех это редкое красивое водное растение редким оно стало стараниями людей его плоды съедобны хоть и не очень-то вкусные но разве это когда-то могло остановить человека в итоге сейчас чилим занесен во многие региональные красные книги и очень редов московской области он считается резко сокращающимся численности встречается всего в нескольких озерах на самой границе красную книгу москвы он и вовсе не занесен так как давным-давно исчез совсем и тут такая находка при дальнейшем выяснении оказалось что это не единичный экземпляр чуть дальше если знать что ищешь обнаружились целый заросли чилима согласитесь легко можно не заметить а все дело в том что он очень удачно рассредоточился среди кубышек рассмотрим же повнимательнее это интересное и редкое растение чилим заякаривается за дно небольшим корнем но держится не очень прочно ажурная розетка красивых глянцевых листьев поддерживается на плаву с дутиями на черешках заполненными воздухом вниз от нее отходит стебель под водой взрывают плоды чилима именно за их рогатую форму он и получил свои другие названия рогульник и чертов орех рядом с уже довольно крупными зреющими плодами видны только что отсветшие едва завязавшиеся бывшие цветки плоды чилима тяжелее воды и осенью когда они созреют а растение утратит большинство поддерживающих его на плаву листьев отмирающая розетка опустится на дно водоема под их тяжестью и следующей весной плоды дадут начало новым растениям чилим очень теплолюбив вероятно именно аномальное теплое лето 2021 года дало ему возможность так бурно разрастись хотя единичные экземпляры наверняка появились здесь несколькими годами раньше если повезет краснокнижный водяной орех чилим приживется в москве и вновь спустя века станет привычным и декоративным растением на местных озерах